Игорь Владимирович, мы часто бываем, мы всегда бываем каждое воскресенье на литургии. Но так получается, что нам особенно не рассказывать значение этого богослужения. Знаем, что есть книжки, в которых написано, что оно означает. А вот как популярно пояснить людям, что означает сама литургия. И почему надо обязательно на ней присутствовать. Потому что по канонам святых отцов, если человек три раза без уважительной причины пропустил богослужение, то он подлежит отлучению церкви. Так какое же значение метода литургии в жизни человека, что раз святые отцы назначили такое строгое наказание, если человек не будет в право на богослужение. Вот какую роль, что имеет, мы видим. Никакой. Что заложили туда, ничего требует, это понятно. Слова Божия не было, никуда не идут. Все им это литургия, он и слово это не знает. Литургия означает общее дело. А общее это дело никакого и нет, мы просто стоим. Обман, в самом названии обман. И посмотри, когда идет собрание мусульман. Во-первых, женщина туда не вхожа. Не одна. Вот мы были, она преподаватель, там где у них. Все, она меня добила, и в сторону, у меня гряза, там нельзя. Я знаю, что нельзя, но решил еще это посмотреть, как будет. А у нас там отдельно где-то там собираются. Нельзя. А хорошо или плохо, а школы были раздельные, мальчики и девочки. Хорошо или плохо. А однажды у Василия Великого во время богослужения, я там устремил глаза туда. И он увидел это дело. И сказал, перегородку поставить, чтобы ни на женщина в алтарь не могла смотреть. Строго. До сегодня он умрет. Ни один не сделает храм этого. Василий Великий. А с приставкой Великий за 18 столетий было только примерно 17 человек всего. На Златоустовом другое у него там название, приставка где-то. Общего дела нету. И название есть, да, все. Почему? Потому что мы там заложили храм. В храм не ходят. В храм вообще никакой воли может не играть в жизни человека. Человек или болен, или уехал, или в командировке, или отпарался к туземцам. Никакого храма нет. Но мы не знаем причины. Но привязать как-то и хотя бы как-то контролировать необходимо. И тогда решили через храм. А почему не через благовестие? Вот на исповедь священник сказал, ты кому рассказывал о христе? Ты ходил? Нет. Так, отойди в сторонку. А отдельно с тобой будем заниматься. Он главное упустил. Идите во всему миру. Не идет. А священник спрашивает? Нет, почему? Потому что сам не ходит. Патриарх не спрашивает, почему сам не ходит. А у мусульман, вот они, смотри, мужчины, как поклонились. Не как будто женщин нету, а по четыре жены. И ни одной не видно. Вот он их, Курбан-Байрам. Праздник. Праздник. Они в Москве предупредили власти, что это не митинг, не против власти. У нас не вмещается народ в Москве. И вышли. И люди говорят, мы шли с работы, мы прижались к стенам, мы не можем шагнуть. А они встали на колени, все на коленке так. Так поклонились, как один, как по линейке. Улицы перекрыты. И сколько? Они иные говорят, там было тысяч сто. А сегодня говорят, было миллион двести тысяч. Ты понимаешь, это одни мужики. Каждый возьмет по отдельному камню, бросит, и уже некому там будет ходить. У нас-то ничего из этого нету. А можно ли собрать, чтобы верующие, живущие в одном городе, в один день вышли на улицу и помолиться? Не получится. А у них получится. А они ввели в обязательный порядок совершать намаз. Молитва. Намаз и помазание близки по смыслу. По названию, по созвучию. И они пять раз, пять раз в день становятся на молитву. Мужики. Про женщины еще нету, они там отдельно пять раз. За две тысячи лет нигде этого не было. Почему не ввели у христиан вот это? Если он не будет на этом намазить, то с работы долой, то с квартиры долой, то с города долой. А они умеют это сделать, а здесь нет. Нам равняться-то нещим. Я говорю, вот я тогда город Ленинград был, выстроили город Ленинград, не Санкт-Петербург. Мы сидим там, и мамы, и мулы. И я вопрос задаю. Какой процент девственности сохраняется до брачной ночи? Можешь вообразить себе их недоумение, они не могут. А что это за вопрос? Это даже и не вопрос, это насмешка какая-то сто процентов. Спроси сегодня в восьмом классе. А ведь раньше как было у них? Вот сейчас у мусульман ложатся спать, новые простыни, постилают, заходят. На этой простыни ни другая расписываются. Ее проверяют, что она с собой ничего не взяла, нету жених. А утром эту простынь выносит, веселая, радостная, следы остались. Следы капли крови. И вот брачная ночь приближается, а ее замуж выдают. Тетки, бабки собрались. Брач приходит, она должна ее проверить. Проверить ее благородящим. Мирозомая руклёга. А она плачет, она не хочет. Ее баба уговаривает. Мама. И наконец она соглашается, закрыла глаза, ей стыдно. В отдельной комнате врач осмотрела и говорит, у них все целостен. Ты посмотри, что с ними делается. Они бросаются на шею друг к другу. Они благодарят Бога. Они молятся, радуются, смеются. Мы сохранили свою дочь. Она в школу ходила. Это мало ли чем могло быть. И мы можем не узнать, как отец Амбросий Юрасов говорит. Мать подходит и говорит, девочка исповедует. Она такая скромница, девственница. Я стал исповедовать, у нее 4 аборта уже. 4 аборта, а мать еще не знает. И поэтому нам сравнивается не с чем. Если, допустим, 1 равен 1, а 1 равен 0. Может быть, не может. А во сколько единица больше нуля? Написано бесконечность. На 8-10 больше двойки в 5 раз. А 10 больше нуля в бесконечное число раз. В миллиарды, в миллиарды раз. Нам как сравнивать это? Когда у них столько, а у нас ничего не было. Чтобы мужчины собрались на нас. Почему не досмотрели это с реперацией? Не один. 5 веков проходит. 6 век. 532-й Мухаммад Убер. Это уже 6 век. И за это время нигде, ни в одной деревушке не вели пятикратную малифу. Ну, вели ее. Не исполнись. Не исполнись. Притом это сегодня. Сегодня они все соблюдают. Попадают в плен. Ты пленный, пришел в чужую землю. Тебя принадлежит умереть. Или ты примешь мыслам. Я православный. Секир башка, голова покатилась. И я буду мусульманин. Так, обрезание. Обрезать им еще надо. Так, Коран учи его. А вот учи. 5 раз. Назад хода нет. Ты поешь в Россию, может быть, когда-то. Если узнают, что ты отступил, изменил меру христианства, у нас там миллионы людей. Тебя найдут и залежут. У нас написано в нашей смещенной книге, так поступает. И у евреев так было. Если скажете, пойду к Богу чужому поклонимся, даже от лежащей на лоне твоем жена ночью сказала тебе шепотом, тут же за волосы ее тащи к судье. Все. Она не должна жить до утра. Это Библия, она говорит. Значит, литургия своего назначения совершенно не выполняет. Чаще причащайся, чаще исповедуйся. Потому что многие больные, не мало умирает. Больницы забиты, это недостойно причащались. Кладбища умирают досрочно. Недостойно причащались. Большинство, абсолютное. Вот если бы мы зашли на кладбище и сказали, теперь вы знаете, до чего мы знаем этот поп. Все. В больницу, если бы им открылась истина, мы ходили, говорили чаще, а мы болеем, теперь не излечиться. Не излечиться. Язл смертельные. Они кандидаты на кладбище. И по сегодняшний день они не рассуждают о теле Господнем. Они не могут рассуждать. Им не рассказали. Им не рассказали. Как одеваться? Да хоть как. Священник смотрит на одежду. Чего он будет смотреть-то? У него матушка. Щупит, накрашивая, стоит там. Глубы крашивая. Ты посмотри, как он устроен. Выходит шейх. Шейх, это князь. Начинает говорить. Сестра. Почему ты не в хиджабе? Иди купи. Купи завтра же. Сегодня уже вечер. Ее мола давит. Имам. Родственники. Житя никакого нет. Она же идет и покупает. Это нас никому-то не нужен. Нас увидели. О, как мусульмане оделись. О, как староверы. То есть, судя, судя. А ты посмотри, когда сестры наши в храме. Картинка. Притом мы ничего не выдумываем. Посмотри, как одета Божья Матерь. На ней хиджаб. Ну вот она стоит. Вот ангел говорит. Она хиджаб. Это хиджаб. Я ничего не выдумываю. Я тебе конкретно говорю. Стоят попы безбородов. Вот они. Три святителя. Иконы. Почему они арестовали безбородов? Вот они. Все три. Пожалуйста. Я. Златоуз. Тут кто еще? Василий. Великий Нарай Григорий. Богослов. Все. И где бы ты ни был. Ты христианин. И ты должен быть идем. Все. Пост нарушает сколько? 90 тысячам процентов. У них пост нарушает, который мусульмане не один. У них пост другой. До темноты ничего не есть, пока не будешь различать белую и черную нитку. У меня не пойму, где белая нитка. Все, садись. И до утра можешь баранину, канину до отмала есть. Это понятно? Да, это вполне понятно. И поэтому общего дела у нас эта тургия не объединяет. Вышли, все брось. И вот одна, которая умерла сейчас, Александра, мы молимся, Чернявская. И она вышла из храма. Она ходит уже давно. Войдет никого. Нет одна. И она видит, как-то люди кучкуются стоят. А мы выходили вместе. И она наконец подошла и спросила, что это за люди. И кто-то ей там, Третьяков, Игорь, кто-то говорит, это мы ходим на занятия. Они нас объединяют в университет. И она сразу пришла. А потом там зверево пришла через нее еще. Это объединяет, что занятия. Общее дело. Общее дело. Нас объединяет. Вот вы один там, другой там. Ну вот вы сегодня колодец чистите. Вас троих объединило? Конечно. Не разрывно. Один там сидит, двое оттаскивает. И я-то колова скручусь. Ничего не делаю, но тоже. Общее дело. Но название есть, а дело нет. Литургия не объединяет. А у мусульман пятикратный намаз объединяет. А они знают друг друга. Вот я был в Баку. И когда меня провели туда, ну надо у них разуться. Я разулся, а она скирваная. Ну, вам даже показать. Это вот перчатки у меня. Вот, посмотри. Я сейчас покажу. Я только починил. А это мои перчатки. Сколько раз уже починенные, это трудно сказать. Посмотри, как я их надеваю. Они у меня новенькие. Гляди. О, новенькие. То же самое и я делаю. Вот так, гляди. Полностью обновленные. И носки точно так же. Я еду дорогой и все время чиню. В своей газели. А тут-то чинить некогда. Я не думал, что на людях-то. Я тогда снял и босиком. Зашел. А у них между намазом, там, допустим, два-три часа. Мальчики с ними. Борода лусы побритые. А бородки есть. И в огромное такое помещение, где борются они. И там они около стен сидят. Ваххамильты настоящие. И дальше было, как я встал посреди помещения, встал молиться с поклонами. Я встал вокруг меня, как два кольца. А после, когда я выходил, улыбаются, приехали гости и готовые все. Что такое благодать? Вот мы были на Хичеване, кажется. И в библиотеку заходить. На второй этаж написано. Стрелка и комната для намаза. Посмотрелись, закрыто. И мы директору, мужчина, директор библиотеки, спросили. Там можно помолиться? Вопросов нет. Он трубку снял. Там по-своему сказал. Мы идем, дверь открыта. Мы разулись. Видно, что мы знаем. Зашли туда, стали молиться с поклонами. А один снимает. У нас все это выставили. И дальше поклонились, попросили мира. Это в Дагестане, кажется, было. Благословен Господь. Крепче держим. Поэтому к литургии мы относимся как к тому, что непонятно, но дает доступ до причастия. А причастие – это спасение. Так попы и мужчины. Ни слова Божия нет. Причастие. И вот они же у нас старобрядцы есть. Они не ходят никуда, никогда. Почему? Они нас называют еретиками. И ходить, молиться нельзя. Раньше было хоть на занятия ходили. А сейчас некоторые на занятия не ходят. Нигде. На работу вообще нигде не ходят. То есть они жить не будут здесь. Они уйдут. А они заблокируют. И поп не понимает, что он из них, свободных, убого подобленных людей, сделал тараканов. Бессмысленных насекомых. Они в таком состоянии живут. Они всего боятся. Фотоаппарат. Парень из армии пришел. Только что. Я фотоаппарат отправляю. Ко мне в комнату зашел. Он сразу за другого прячется. Здоровый, крепкий парень. Ну что, это нормально? Это неодопатная реакция называется. Понимаете? Ничего нельзя объяснить. Я знаю одно. Покинутость. И поэтому он боится попа. Не бога. И нарушение заповеди. Он боится попа. Поп не допустит до причастия. Ну и пусть он не допускает. Я и не пойду. Чего он испугал-то меня? Спасение во христиане при счастье. Нигде не написано, что если меня поп не допускают, то я погиб. Это нет. Это выдумка. Выдумка злостная. От злого духа. Жизни нет. Человеку нужно подновление, как от донора нового. Поэтому нам это необходимо для жизни. Кто не будет вкушать тело, не будет иметь жизнь. Вот о чем я считаю. Жизнь. Ты считай, что написано. Понятно? Немножко да. А Коза-Ностры? Что такое общее дело? Общее дело. А тут, понятно, общее дело. Или наше дело. Это наше дело Коза-Ностры. А это общее дело. И там и там дело. Поэтому надо ходить. Кому приняты, мы обязаны посещать. Но придавать значение литургии, которая ей не выполняла, никогда. Зачем? Нас объединяет занятие. По Слову Божию. Приходят люди, вопросы задают. Мы единое целое. Нас объединяет Христос. Мы у ног его сидим, как Мария избрала благую счастье. А литургия каждому тус. Объяснять ничего не надо. Никто ничего не знает. И нет ничего. Мы вышли все в разные стороны. Так оно и есть. Все. Вот так. Вот вам ответ. А может ли патриарш что-то делать? Не может. Никто ничего не может делать. Заложники. Ни монастыри. Никто ничего не может сделать. Их к этому так приучили. Стоять. Не думать там о своем, о земном. О богородах, о семье. Ну, есть фильмы, которые православные ставят плечи. И одному священнику там открывается. Кто как молится. Парень стоит молится. Эта девка не один раз приходит. Замужем, наверное, не замужем. Вот. Другой там еще, что телевизия, наверное, будет. Как бы это БХС обойти-то. И только одна девочка, то ей папа забился. Господи, помоги. Он подошел. А одна на весь храм. Ну, ставят-то патриархи эти фильмы-то. Так это состояние. Они показали сами себя, как в острове. Тридцать лет проходит. Господи, прости. Господи, прости. Он не верит в прощение. Кто призовет имя Господня, спасется. Считай. Он убил на пустыне. Он призвал имя Господня и спасся. Я не достоин называться апостолом. Или я покажу, как много, надо пострадать. Поэтому убил ни одного человека, самый будущий. И Бог принял. Еще он, Господи, помилуй, говорил сорок раз. Нет. Брат, встань, крестись, я бою грехи твои. А она его крестила, он стал чистый апостол. Все. Ему некогда это повторять. У нас, Господи, помилуй. Кто это придумал сорок раз? Это символ неверия. Это монумент неверия. И притом на каждую службу. То 12, то 40, то 12, то 3. Максимально в Библии обращается к Богу только дважды. Даже трижды нет ни где. Тут ничего на это нет. Если тебе Бог откроет, тебе понятно, о чем я говорю. Я говорю, показываю места Писания. Славословие, свят, свят, спят Господь, бесконечно звучит. Мальчик сказал, святые божественные, крепкие, святые бессмертные. Тут же добавили, помилуй нас. А армяне добавили, расплыси за ты, помилуй нас. И на этом разошлись с православными. Слышал мальчика, не слышал, доказательств никаких нет. Но его поднял, он скрылся. Там 4 часа не было. 4 часа стояли, ждали, не расходились. Настолько все сомнительно. Настолько, что 4 часа. А только тормози, и от крестного худа ничего не останется. Ну, ребенка крестит. И ребенок стоит в купеле. Сам стоит, младенец. И стоит он там 3 часа. Значит, поп стоит здесь около купели. Ну, 3-то часа, это полсмены уже считать. В чем он там стоял? Ну, стоял. Ну, и что? Все равно наклонили его. А вот что-то надо создать. Если ребенок сосал грудь, то только левую или только правую. И что в этом значит? Много молока было с одной груди хватало. Нет, это уже избрание. Ну, дальше на ворота. Одни на ворота идут. Надо умом своим понять, где добавка. Не сводится со Словом Божьим. Вот сейчас Псалтырь Богородицы. Я знаю, кто-то писал. Дмитрий Ростовский. А батюшка говорит, если Дмитрий Ростовский написал, почему его нигде в церкви нету? Почему он появился только сейчас? Почему в то время его не было? Ну, явно не было выдумка. Ну, а мы с передового Требифунского можем написать это. Его в печку. Зина в печку. И все на этом. Литургия нужна. Как кусочек неба на земле, Юрасов. Ну, мы не можем сказать кусочек или кусок большой. Дело в том, что в литургии должно выполнять то, что назначено. Туда пришли люди знающие. Должно на русском языке. Это молитвы. Молитвы, которые объединяют, как намаз. Но никто ничего не понимает. И все. И проповеди нету. Наша сестра одна ходила в Нью-Кольский собор. Ну, вышел батюшка. Она его дождалась. Батюшка, ну почему проповеди-то не было? Ничего же не понятно. Ты не от Лапкина пришла? Понятно? Мы не баптисты, чтобы с Библией носиться. На все ответы. Он не думает, не помирает, ничего. Большая счастье. Священников погибает. Святой Антон Тарус. Больше. Десять. Шестеро минимум. А то, может быть, девятеро. Будут в воду. И они еще хорохорятся, надуваются. Это лже-миссионер. На меня то другое. Ты не знаешь, что миссионер. И как ты можешь говорить, что такое лже-миссионер? Они не знают, что такое миссионер. Его нельзя создать. Нельзя научить. Нельзя создать миссионерские курсы. Никак. Я один. Ты один перед Богом. Если Бог откроет, призвал, осенил благодатью, возжег огонь, а вот теперь вас двое должно быть и даже и тогда идти. Вот все, весь отдел. А откуда известно? Ну, считай, Евангелие от Патфея. И подвое послал. Почему не подвое? Подвое. Вознился третье. У нас так и было. Они не знают, и патриарх не знает этого. Миссионерские курсы, это обман. Они жестокосерные, наглые, самые наглые туда собираются. Он нападает, кричит. Как пишет, писал Степаненко Максимович, щенки. Во внуки годятся, они нахальные. А что он? Другого возвещают. А атриум там разный. Ему нужно одно в затвор зализывать раны. Что они натворили? Они выходят. Буквально он ходил. Воля Божья. Царь его на Пантерео назывался. Это его. НЛО это неопознанный объект. А НТО, я говорю, неопознанный, темный объект. Это его. Все, я прошепровал, кто. Воля Божья. А сами там такой мистерией занимаются. Там эти гнусавые горловые пения и что угодно. Вот вам ответ. Ну что, бывая по роду занятия в Харькове, летом в частности, я обратил внимание на то, что наши девушки ходят так, как будто на пляже. Многие причем. Никакого свяда и совести. Вот это я заметил. Я все время смотрел передачи в 70-е годы, 50-е годы до рождения. И видел, как на Западе показывали женщин. Для меня это было удивительно. Они поголовно ходили в брюках. Наши девушки их перечаголяли сегодня. Поголовно ходят чуть ли не в трусах. В трусах уходят? Я ехал в поезде из Ростова до Барнаула. И видел тоже в нашем вагоне, ехали с юга, девушка, красивая, симпатичная, но в трусах. Кого-то, знаете, специально хочется обратить на себя внимание, почему наших людей, наших, наша молодежь ненадежь не видишь в храме? Да потому что им там неинтересно. Там ничего не рассказывают нам действительно о Библии. Слово Божие не услышишь. Нет, слышно, но услышим только на церковно-славянском языке. Я как-то спрашиваю нашего священника, батюшка, но расскажите, что у нас читалось в притчах Соломона по-церковно-славянски? Он подумал и сказал, я не богослов, не знаю. Но это не ответит священника. Там столько много мудрости написано. Если бы нас в этом воспитывали на среде Божьем, это же не случайно просто Павел сказал, что все священное Писание Богу-то внукновенно, назидательно к обречению и научению. Вот здесь говорит эта собака. Нету действительно благоествования. Оно должно начинаться в храме, из уст священника. Это должен показать пример исполнения Божьей заповедей. Идите и благоествуйте всему миру, а вы в Англии. Этого нет. Если этого нет, тогда дьявол то не дремлет, он свои навязывает вкусы. Поэтому у нас действительно в восьмом классе, если такая статистика есть, уже у девушек слабудрия нету. Потому что феймы смотрят развратные, интерес пролеют не к тому, к чему надо. Поэтому действительно наше общество не случайно страдает от этих войн. То есть вот наказывают наш грешный народ. И слава Богу для нашего назидания. Но делали мы выводы из этого? Ну как видим, что нет. Тут в Донбассе, допустим, война идет, а в Харькове, ну понимаешь ли, как будто Содом и Гамора. Такие вот печальные дела. Поэтому я тут полностью согласен с тем, что благовествования нету, общего дела на и другие нету, а нету потому, что мы не слышим молитвы на русском языке, на родном языке. И думаем каждое свое. Ну как можно читать про себя какую-то молитву, повторять, если ты ее не понимаешь? Я когда правдившица во славе всех твоих, и меня победишь и судить идти. Ну это я зазубрил. А что он означает? Это надо смотреть в переводе. Поэтому один думает о другом, третий думает о третьем. А вот профессор Осипов на вопрос семинаристов на эту тему. Как быть, когда молитвы читаются на церковном славянском, и люди не понимают. Он говорит так, ну читайте Иисусову молитву, свою молитву. Но мы же приходим в храм общими устами и общим сердцем, одним сердцем воспевать Господу Богу, а не свою молитву читать, даже Иисусову молитву. Тоже вопросы возникают. Поэтому тут действительно сердце прям болит и кричит, что так жить дальше нельзя. Священники погибают и тянут за собою таких же заблудших людей за собой, в эту яму. И когда говоришь об этом, далеко не каждый воспринимает эти слова как сигнал к размышлению. Наоборот, я зряются. Мол, тебе недавно благовествовать, потому что ты не закончил духовную семинарию. А ты ее закончил, а не благовествуешь. Почему? Был у нас такой разговор, когда мне, допустим, священник заявил, я не благословляю тебя проводить занятия по изучению Библии, потому что у тебя нету богословского образования. Вот так вот. Что вкладывать в эти слова? Он бы мог сказать так, тебе нельзя другим, потому что ты не учился, где мы, где отшибают мозги. Полностью. А еще семинарная академия. Только для того, чтобы оправдать любое безумие. Он знает, как оправдать. Борода зачем греешь? Ну, я не брею, я стригу. А здесь, так это бакенбарды. Никак не ожидал даже. Уже знаешь все. Да какое значение это имеет? Там борода. А чего никакого? Все значение имеет только свящной киоск, который. А что можно сказать? Ничего. Сегодня только чудо удерживает знающих людей в церкви православных, ничего, засыпиться не за что. Любой самый слабый сектант, он может разбить целую группу. Сразу идолы, иконы, изделия рук человеческих. Все. Человек попятился. В самом деле. Ну, ты пока ничего не делай, пока положи их, только не молись на них. Маленько проходит, а зачем ты комнате держишь? Ну, с та же кем-то ехать. Все. Это по ступеням идет. Человека надо научить размышлять. Вот один говорит, я был еще мальчиком, ну и поели вкусно, баба все сготовила, там брены были, поели, и я скорее на русскую печку. Залез, так тепло, помолиться-то надо, чтобы мы, я потом, а домашние остались, мама говорит, ну, пора, вставай, помолимся. Мам, так разоспался, не могу встать. Вставай, сынок, ты знаешь, что сейчас война идет? Ну, да, там в Болгарии были. Так вот, некоторые там, может, в плену. Иные сейчас на морозе, на дождя, иные, может быть, ледяную греху переходят, а мы лежим, надо о них помолиться. Я говорю, тогда соскочил сразу. Простые слова. Молитва – это означает помощь, это связь с Богом, и помощь кому-то. Ничего нет, просто отторобавило. Больше ничего нет. Ну, хоть за какую-то мысль зацепись. Что сейчас самое главное? Сегодня мы молились, чтобы не сорвалось ведро. Туда. Там никакая каска не поможет, такая тяжесть. А что можно сделать? Ничего не сделать. Надо обковывать, сцеплять, тянуть, ну, что угодно. И себя не сохранишь. Нужно научиться тому, как учит Господь. Иметь связь с Богом. А сегодня об этом и в семинаре, и нигде не нуждаются. Осип, как он знает, говорит. Зачем бревиться? Зачем масонскую удавку держит галстук? Спроси его, зачем? Что это христианская одежда? Ты у Христа галстук не дал? Зачем? Ты открой галстук и прочитай, когда он появился. Это символ масонства. Это аксессуары рабства 21 века. Что он тебе ответит? Еще священник. Я, как я видел, к уполномощенному священник заходит. Галстук подвязал, крестик снял сразу. Пошел к уполномощенному. Что, крестик снимают? Я, говорит, такого даже не ожидал. Не крест, а крестик. А ну покажи, а у меня нет у меня. Вот вы ездите по монастырям. Вот вы там побыли, сказали им, а они не приняли. Ну вы свободны, сказать надо было. А они поняли, не приняли, почему. Они не знают невозрожденное. Иначе бы он радовался. Как образовать общину, они не знают. А вот первый приехал. Все время заезжай ко мне. С тобой интересно разговаривать. К тебе я призову людей, если сейчас позвоню. Этого нет. Нет. Это не объединяет. Мы приехали в Москву. Нас принимает Горняев Михаил Федорович. Квартира. Он бывший в Барнаульске. У него телефон. Сразу телефон. У нас один, я первый за телефон. И телефон. И все друзья, все созваниваемся. И у него собираемся. Интересная встреча. У нас многое осталось. Записи еще не расшифрованы. Не опубликованные магнитопонные записи. И они увидели. Вот ты, брат, с какого города? Ну да, с Москвы. С Москвы. Вот ты тогда где-то я колосок коложу. А ты где? А я около Нового Девища. Вот так. Из Сибири приехал человек, какой-то мужик. И нас свел вместе. Это разве не чудо, что беседа. Павел продолжил слово свое до полуночи. Сколько? До рассвета. Пал Евтих оттуда. А этих Евтих автосонных подбирать кто-то должен. Приехал из Сибири, чтобы нас свести вместе. А им что интересно, беседа. Беседа. А они ничего не делают, священники. Я знал отца Дмитрия Дудко. Он самый популярный одно время был. И он говорит, вроде как смехом. Но вот вы не слушаетесь. Вот такие холодные. Я вот напишу Игнатию вызову, он вас тут поставит на ноги, распищет. Он меня вызовет, а я буду трудиться. А один священник говорит, хороший священник, приобрел мои книги, вопросы выписал. И где касса продается. Он от стенки вот так вот все их. И кто вопрос какой находит, там написано какой тон, какой вопрос. У него книги с собой прямо в церкви. И он дает. И мы все из него проезжали. И он говорит, приезжайте назад. Я говорю, я не один приеду, с братом Игорем Дубановым. Приезжайте. Но я говорю, слушай внимательно теперь. Мы уже приедем. Но давай, чтобы ты с нами ближе был знаком. Да я вас знаю, у меня был на кровати сидел. Выбирал из буважих вопросы. И как я на них отвечу. А я в это время книги писал. Я вопрос мне, который подавали на капитру. Я теперь его отвечаю. Она понаил. И романах сидит и печатает. А он вопросы... А там 3500 вопросов в мешочке. И он набрал 10 вопросов. Когда я отвечу, потом он говорит, вы ответили. Ни на один вопрос я правильно не ответил. Его-то сильно тронуло. А отец-падемер говорит, все, ко мне приезжайте. Я говорю, а ты знаешь, что с тобой будет? Тебя выгонят сразу. Тебя нащупают. Тебя узнают. С женой ты посоветовался? Тебя выгонят. Тем более, ты принадлежал когда-то православной русской зарубежной церкви. А потом в московский патриархат подошел. Тебе все припомнят. У нас было, отмашивалось митрополита. Тоже приехал игумен. По-хорошему, чтобы я в семинаре делал занятия. Ну, я говорю, я могу взять агеографию по житиям. Дальше я говорю, там, сектоведение. Ну, перечислил предметы 4-5. Я при том, я говорю, буду вести без... Да нет, мне все оплатят. Не буду. Но я буду приходить не один, а втроем. А один будет мне, если я не раз слышу, переводить. А один будет снимать. Снимки мне принадлежат. Я приду вот такой вот заплатанный, в таком виде буду в семинаре вести. Мы знаем это. Ну, я дарил ему книги, все. Вахапки внес. По сегодняшний день. Не рискнули. Не рискнули. Не рискнули. А там, где Господь, там не будешь смотреть. Как на тебя посмотрят? Я подошел к католическому ксентру и благословился. И своих спрашиваю, выставить в интернет? Я выставил, все. Я его не отрицаю, признаю благодатность. В Томске. Отец Андрея. Это Андрей. Были на службе у него. Сколько нападок было на вас за это? И обвинялись всегда в великий изменить. Я уже перенести. И все. Вот. Все заглохло. А пример показан. Там я зашел в аптис. Там сидят и помолились. Там задело штурку. Или что маленький. А подвинем тот конец. Знаешь, смелый поступок, это в конечном счете. Пример. Это вызов погрязшему в трусости обществу. Мы должны показать пример. Ну а ты думал, что так будет? Конечно. А ты чего это сделал? Для тебя сделал. Чтобы ты не был подкаблучником у жены. И не был подтираемый под ногами у всех. Встань во весь у нас. Распрямись. И так говорит Господь. Вот тогда будет Павел. Простер руку. И стал говорить. На Антониевой лестнице. Когда его тащили. Ты чего будешь говорить-то? Простите. Отпустите. Мне запомнились слова Господа. Иисусу на вину. Такого содержания. Будь твердый и мужественный. Для меня это стал девизом. Когда я проявлял слабость в чем-то. Я всегда проигрывал. Всегда. У меня сейчас. Я так посмотрел. Вот вы тоже. Ролики-то я выставляю. Все время по 10 дней. Сейчас попеть. У нас нет таких больших изменений. Но все-таки есть. И вот нападки. Ругать. Матерки. Сегодня ни одного ругания нету. С чем объяснить не знаю. А только положительное. И тут хвалят. В конце выравнивается. Весы. И она говорит. Вот вы ответили. Знаете. В моем мире у меня было много друзей. Виртуально. Они пришли. Ушли. Незамеченные. Я уже лет 10 с вами знакома. Вы даже виртуально из памяти не уходите. Вот у нас все время под глазами. И вдруг. Сегодня мы с мужем смотрим ваши ролики. Это позапрошлогодние кажется. Как вы ездите по людям. Которые вам помогали. И дарите книги. Люди все пожилые. Как малые дети себя ведут. Как они рады вам. Как они благодарны. Благодарны. Что с вами лет 30 назад встретились. Понимаешь. Это чего-то стоит. Я их даже. Никогда как будто не переписывался. Но я ответил. Показал. Где в моем мире. У меня. Много. С кем запереписывался. Я туда перенес. Так это по Евангелии. Будьте всегда благодарны. И никогда не будьте никому должны. Кроме любви. Вот как-то так все бывает. Даже сегодня. Никак не ожидал. Новые люди вышли. Новые. А они не новые оказались. Сужели 10 лет с вами вместе. Хотя сказать 10 лет. У меня интернета не было. 10 лет назад. Второго. В 12-м году только открыт видеоканал. 27 декабря. Так? Ну да. Ну а где-то в 9-м году, наверное, мой мир был уже. Мой мир это первый. В день поступало в моем мире, когда я занимался. 700 или 1000 писем. Представь себе. Каждый день. И тогда можно было всем отвечать. Потом это заблокировали, не дают. Тогда можно было. А одновременно посылать на 10 тысяч. 12 фотографий. Или 5000 знаков. А потом, видимо, там приезжали. Тогда много пакостей всяких было. А сейчас только на каждого. По отдельности. Ну вот так. Спаси Христос, Игорь Михайлович. Слава Христу. Слава Христу. Я ухожу, вы остаетесь здесь. У вас тут теплее, чем у меня. Надышали. Да у вас много надышали. А у меня две кошки только. Ну с Богом. С Богом. Игорь Михайлович. Игорь Михайлович. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok